Хочешь улучшить свой скилл в стрельбе с АВП? Или любого другого оружия? Но не знаешь, где тренироваться? Хочешь играть с профессиональными игроками или стримерами на одном дизматче? Получать более 20 тысяч рублей каждый месяц за лучшую статистику убийств? ASDM, Retake, Behop, Surf и множество других режимов на самой большой сетке серверов в мире Cybershock.net По промокоду на экране ты получишь эксклюзивный 25% на скидку. Вновь приветствую всех, дорогие дамы и господа. Да, возможно и в последний раз на сегодня, потому что со счетом 1-0 сейчас ведется тренинг-сквад против команды Cascade. И они такое ощущение, что прям очень серьезно настроены сегодня, пока ни одной карты не проиграли. Будут и хотят сохранять эту тенденцию в дальнейшем на сегодняшний день, а возможно и на весь турнир. Но это мы уже узнаем дальше. А сегодня, да, пока у них Cascade. Противник вроде бы как, ну не то чтобы уступчивый, показали они зубки, особенно в начале карты. Вроде бы неплохо там чего-то исполняли, но в итоге пошло все не очень хорошо, особенно с саппортами Рикки Мару и Джиггернаутом. Ну так всегда бывает, саппорты, конечно, всегда портят карты. Нет, ну правда, то есть там просто парни немного не подрасчитали в плане скиллов, в плане предметов, не смогли подсевить Джаггера пару раз, он сам тоже не смог себя подсевить. Ну то есть БКБ на Джиггернауте, ты прав был, не очень хочется собирать. И в данной ситуации была возможность этого не делать, но не удалось все грамотно исполнить так, чтобы для вас это не стало проблемой. Да, поэтому я вот сейчас уже начинаю писать петицию Гейбу или Айсфрогу, чтобы они наконец-то сделали Джиггернаута нормальным играбельным персонажем, добавили ему эскейп вместо этого варда бесполезного или критов. Критов, да, криты уже резали их, резали, а он даже уже не дамажен этими критами. Смысл Джиггернаута просто, что он может быстро бить, ну рукой быстро бить, и у него прикольный ультимейт. И то, который там на всех уже прыгает, прыгаешь на одного, а тут внезапно как будто там козявочка сбоку появилась, он туда улетел, все, ультимейт закончился. Очень бесполезный Джиггернаут, это моя личная боль. Но давайте возвращаться, собственно, к тому, что у нас появляется Оракле. Да, тут пока все те же ребята в пиках, все те же ребята в банах. Я воспользуюсь всем временем, чтобы еще раз вам, друзья, напомнить, если вы вдруг не заходили на сайт ОМГБ, то вы очень много потеряли, потому что там уникально красивый дизайн в стиле киберпанк, там сайт, который подстраивается под любые устройства, и плюс еще и есть круглосуточная поддержка с горячей линией, где вы всегда найдете отклик и всегда вам помогут. Но не забывайте про ставку без риска до 700 рублей и розыгрыш 65 тысяч рублей на ваши игровые счета. Это отличная возможность далее участвовать в ставках, даже если у вас вдруг что-то пошло не так. Между прочим, это вот очень хорошая история с постоянной поддержкой, потому что, я вот буквально историю расскажу, хотел себе купить кеды, ну, кеды, вот, и у этого, ну, я не знаю, в общем, да, фирма… Один магазин? Да, один магазин, да, и вот у этого магазина есть русский магазин и американский. Вот я в русский писал, типа, ребята, бла-бла-бла, почему нет вот такой модели, помогите. И они мне писали, о, ничего неизвестно, пока ждите, вот, ждите. Это мне два письма. Я после этого взял, просто написал в американский. И они тут же мне связались, ответили, рассказали. Я пообщался с этой девочкой Мила, кстати, на английском языке. Харвард. Вот, да, ну, я же все-таки в Америку там писал. Вот, поэтому поддержка, это очень круто. И вот, ну, может быть, иногда они не всегда помогают, но они, собственно, в любом случае помогли. И поэтому спасибо большое. Кеды я все равно не купил. Но я, может быть, в дальнейшем куплю. Так что это важно, друзья. Вот все в мелочах кроется. Ну, раз уж мы про английский заговорили, то не забывайте, что, чтобы свой, как бы, скилл поднять, если вдруг вы сами не в состоянии, и учитель на руках английского не понимает, что вы ему там рассказываете, рассказываете, то есть у нас наши друзья из компании Skyeng, которые могут вам в этом помочь и обучить вас. Более того, вы сами можете выбрать себе по вашему интересу, скажем так, по вашим интересам наставника, который поможет, собственно, вам с изучением английского языка. Три рука бесплатно в подарок. Ссылка в описании, нажимайте, ну и добудет с вами счастье, сила английского языка, русского, доты и драфт. Огр, кстати, неплохо. Неплохо. Еще более плотный каскейт и спортс теперь на этой карте. Два таких жирных персонажа. И надо будет... А, ну там лайфстиллер. Ну, нормально, все. Все хорошо. Все срослось. Все очень хорошо для кого, подожди. Ну, для лайфстиллера он. Для лайфстиллера-то да, потому что чем больше у тебя жира и силы, тем ты более приятная булка для лайфстиллера. Да, посмотрите просто на его челюсть. Он такими кусманами отгрызает. И ему неважно, Огар ты двухголовый или ты, там, бог Олимпа. Точнее, не Олимпа, Марс же это римский бог. Там у них были не Олимпы. Нет, римский это Юпитер. А, точно. Марс это греческий. Марс это греческий, да, все. Все правильно, значит, Олимпа. Нереска has arrived, говорит Дарк Уилл. Ну и, в принципе, еще на прошлой карте она себя показывала неоднократно хорошо, отлично эскейпилась. Но вот не хватило именно ее возможности контриницировать, когда на ее персонажи нападали. Вот чуть-чуть где-то как-то не хватало контроля именно от нее, хороших ультимейтов. Хотя, например, кусты расставляла она свои очень хорошо. Ну, такой скилл кусты, который сложно плохо расставить. Тебе нужно поставить так, чтобы конкретно в данный момент, когда они появляются, Челл уже в пуст попал. Да, это да. Но в целом весьма полезный скилл. Заставляет вас изменять траекторию своего движения. Ну, а вот насчет Лешрака, тут история другая. Вот начинал Лешрак не очень хорошо. То есть, во-первых, отдал ФБ, потом на линии еще потерял саппорт, а потом еще чего-то как-то его убивали. А потом в СОО 2 изгрызли. А потом в СОО, да, такой, ну, ребят, пора, собственно, время разбрасывать камни и время собирать. Ну, вот Лешрак потом собрал свою, так сказать, дань с ребят и потом с парнями. Ну, пока драфт как бы не отличается оригинальностью. У кого? Ну, у обоих коллективов все то же самое. Просто по одному герою сейчас по другому поменяли. И будем посмотреть, что там дальше. Кстати, по банам тоже, да, вот начальные были. А, вот Бетрайдер разве что новый залетел. Тут Лич еще не в бане. Вот что интересно, потому что Лич неплохо зайдет как раз в дополнение к Вайфстилеру. Если они будут на линии стоять вдвоем, они могут Марса съедать. Но Лич плюс Оракл как-то не так часто берутся вместе. Да, просто удивительно. Видеть, что уже пики-то скоро закончатся. А Чо, который обычно в первой стадии отлетает, все еще в активе. Да, и вот глубоко задумались сейчас Каскейт. NTH, что-то надо менять, потому что эта игра уже на вылет так-то. И 40 секунд на раздумья, конечно, имеются. Так, какого героя? Чего показывать? Ну, тут вот пока саппортов много и Марс, и, видимо, сейчас надо мидер открывать, либо кор-героя. Скорее всего, действительно, кор-позицию будут открывать. О, неплохо. То есть, о, а вот и Бисмастер. Тут уже отличный, в принципе, распик у Каскейт и Спортс на такой массовый, здоровенный тимфайт, который можно будет еще и постоянно продлевать. То есть, допустим, инициирует Фесслис Войт, потом к этому подключается Марс, все это арена. Потом еще и Дарк Уилл тоже раскастовывается, там и к Марсу тоже можно. Это, в принципе, мы видели, какая неплохая комба, потому что они все начинают, казалось бы, убегать в страхе, врезаются в стенки его арены, страдать, плакать и кричать. Но это все в теории, это все нужно еще исполнить совместно. А тут такие персонажи команды, Стрэндж Склад, что не факт, что они вообще подставятся под подобный вариант. А Снэпфайр ходит на мид или нет? Вообще как-то не особо, Снэпфайр? Ну, бабушка. Я не видел такого. А что? Ну, по двое детского, там вообще шикарно. Так Снэпфайр уже давно в бане сидит. Она первая почила. Да, но из новых персонажей тут, в принципе, уже никого и не осталось. Их сразу же в бан отправили, как в прошлой игре. Ну тогда по классике Гоу Вокера. То есть вот так вот. Ну да, что, купол есть, все, поехали там Вокер рукастый на касту и нормально. Тут, наверное, надо банить ССФ. Мы видели, что Каскейт им играют, во-первых. Во-вторых, ССФ может и в хроносферу наваливать, и к Марсу в арену тоже наваливать. И сам по себе мидер сейчас достаточно актуальный. Но по игре, по факту, он не особо что-то там сделал. Нет, я не говорю, что он сделал прошлую игру. Они, во-первых, ее проиграли. Нет, я имею в виду, что ССФ понятно, но если они его не боятся, ну ССФ, ССФ, они просто могут его не банить. Ну, чтобы лишний раз путать сопернику карты. Потому что, если, например, вы забаните ССФ и Каскейт возьмут какого-нибудь ОД, то ОД по статистике на профессиональной сцене игры выигрывают почти никогда. То есть просто статистикой задавить. Ну, типа, я не видел побед от ССФ. Сколько матчей я комментировал на Хайнае Мастерс, на ВЭСГе. Если ОД заезжает в пик, все, это ГГ. То есть на бумаге это отличный персонаж. А на деле, знаешь, как на словах ты лев толстой, а на деле толстый лев. Да, но тем временем Лина. Ну, кстати, да, вот как вариант. Добрый вечер. Нормально так, нормально. Тут, кстати, персонаж, который обладает способностью накладывать молчание на противника. И вот на прошлой карте некие персонажи за это поплатились. Там тоже был персонаж. Бойт, с вероятностью, 90% будет с Мантой. Ну, да, 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 да. Но вначале можно... Просто забавно, что если вдруг ДПшка раскастуется, и там ей, в принципе, неважно будет, есть хроносфера, нет хроносферы. Марс там поставил арену свою или нет. Она прыгает в Юл, и, ну, там уж сами разберетесь. Лишрак тоже бегает, все. Лишрак тоже заходит туда, тоже в Юл прыгает. И они все летают, жгутся. Это фармящий Лишрак, фармящий лайфстилер при этом, все. Ну, и... Брудмазер закрывает весь этот драфт. Это очень... Ну, это, короче, герой, который вообще с Файдомом никак не взаимодействует. Это 4 плюс 1 такое получается. Да, да, да. Ну, будем посмотреть. То есть, как бы не сказать, что слишком страшно и опасно, потому что сейчас вот сразу разобрали своих героев. Если бы надо было что-то делать против Бруды, то возможно... Ну, я не знаю, насколько Меладжул там владеет Лишраком, но они бы могли свапнуться. Допустим, Мид пошел бы Лишрак, и против Бруды он бы там постоял. Но хотя я не скажу, что и Дес Профит плохо стоит против Бруды. Просто у нее один скилл условно против Бруды. Ну, против Пауччат, скажем так. А у Лишрака их сразу несколько. Там у него все АОЕ. Вот. Поэтому Баншоя будет посложнее, допустим, справляться с массовым наплывом этих мерзких тварей. Да, вот. Лишраку полегче. Ну, да ладно. В общем, видимо, не очень-то они ее боятся. И вот как-то теперь как бы общая картина мне немножко сломалась. Как ты сказал, 4 плюс 1. Ну, окей. Индивидуальный скилл как бы тоже не раз меня спасал. Поэтому... Тебя? Ну, и меня в том числе. Всех, я думаю, индивидуальный скилл не раз спасал. Ну, если вы хотите, чтобы он спасал не только в Доте, но и в КС, заходите на сервера Cybershock и тренируйтесь. 180 серверов специально для вас. Возможность поиграть профессиональных игроков и крутых стримеров. Да еще и можете получать по 20 тысяч рублей ежемесячно за лучшую статистику по убийствам. А по промокоду UCC 25% скидки. Четверть. Да, поэтому ждем мы сейчас паузы, чтобы вы могли быстренько за эту минутку пойти и... Потренироваться. Да, просто кликните по баннеру. Он у вас останется в закладках. Матч закончится. А мы в конце матча напомним вам, чтобы вы не забыли, если что. Ну, а ребятки у нас уже побежали, потипали друг друга. И будут решать судьбу прохождения в следующий раунд. Так, общаются там активно друг с дружкой. Enemy has vision. У Enemy, видимо, есть где-то обзор. Ну, намекает просто, что там вард, по идее, поставят на центральной линии туда. И идет бруда, кстати. И вард. Варда у нее нет. Ну, у нее есть, в принципе, как бы сами паутины. Паутина, да. Ну, паутина тоже, в принципе, опасна. Это бруда? Ладно еще вот эта бруда. Но когда она прожимает ульту и БКБ, это просто гигантский паук на полуэкрана, отвратительно страшный. А у нее еще, напомню, есть Огр. То есть Огр увеличивает. БКБ? Да, и она, в общем, там еще будет более большая. В общем, огромная. Ну, давайте посмотрим. Встретились просто два порубка, скажем так. Один брейкданс танцует, второй просто крутится вокруг своей оси. Ну, и пока я бы отдал 9 баллов за исполнение Лайфстилеру. А вот теперь десятка уходит для коллапса. Понятно, это коллапс на своем марсе, да. Он будет тебя копьями тыкать постоянно. Так, забирает руну. Брамбл Мейс пошел. Ну, и просто отсюда уходит Лайфстилер. Станцевал на паспорт. Вот так Огр там забрасывает. Игнайт имеем Саюша. Саюш тоже отвечает. У Огра там чего? 5,5 реген. Ну, нормально. То есть он даже без... В плане у него несколько манго, но пока без манго. Но 5,5 уже немало. А вот у Бруды, кстати говоря, вот Вард появился. И будет возможность его чуть позже поставить. Лил Сори пришел на центральную линию сражаться. То есть решили так разыграть. А Дес Профит отправляется на нижнюю, в харду стоять. При этом Лил Сори, как мы знаем, это хардвейнер. Они решили вот так вот линию расставить. Ну, понятно, что топорами пауков очень жестко можно контрить. Это да. Могут они лететь в одну сторону и потом во вторую. И наносить урон. Тут уже нанесли урон по француженке и по лешему. Так, ну тут в ответ как бы Банша тоже дает прикурить. И нет, ничего пока. Ну все биты на самом деле. Вот на всех линиях у героев какой-то процент потери. Нужно там по 20, по 30 где-то у кого-то даже больше. Младсикера бы сюда. Он бы почуял запах крови. Чую вас везде. Так, ну вот давайте посмотрим, что у нас в таком разрезе. Ну не совсем, да, это верно. Потому что как бы Банша, во-первых, не пришла на мид. Винрид 60-50. Тут просто это сравнение мидеров, понимаешь? Сравнение мидеров. А то, что вот хардвейнер пришел в мидвейнер, это как бы... Это мои проблемы. Ну две игры, в общем, не репрезентативная статистика Банша. Ну да ладно. Посмотрим там, как дальше пойдет. Вот уже захватывают небольшое преимущество менее одной тысячи. Если можно об этом так сказать. Все нормально. Все нормально. Я просто вот не понимаю, где First Blood, почему мы пропустили. Потому что тут раз на раз разбирался Оракул с Мереской. И бушил из этого противостояния победителем. Да, что же разобрались. О, ну это копье было не в... В крипа. Да, да, это все понятно. Для вас хита. Для вас хита, да. То есть никак иначе. 13 крипов. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. 3 на... 14 на 7. На миде кое-кто стоит. Ну понятно, что большая часть из этих пауков это все-таки... Из этих крипов это все-таки пауки. А из этих пауков есть несколько крипов. Так что, как бы, тут именно не на число нужно смотреть, а на итоговый нетвор. Что же там и по-трайдам... Все, я поплыл. У меня третья V100 в 3. У меня 150-я карта. Мозг тупо атрофировался. Включите нам деньги срочно. На секундочку. Ну, на 400 больше. Неплохо. Да, это серьезно, да. Неплохо. На паучках 400 монет. Тоже на дороге не валяются. Особенно в начале. Как легко заработать тысячу на пауках без смс-регистрации. Да, вот. А если вы на пауках не можете заработать, то только что вы видели заманчивое предложение от OMGBet. 700 рублей ставка без риска. Так, там что-то будет помнить всегда всех коллапс. Ну, и потихонечку-потихонечку пауки как бы появляются. Но точно так же потихонечку-потихонечку и рядеют их ряды. И поэтому критическая масса, наверное, для того, чтобы пойти в лес, грубо говоря, там кого-то формануть, быстренько не получится. Ну, очень интересно, здесь линии в итоге расставили. Это парни из СС. Действительно, это выглядит очень занятно. Ну, так лишь рак на развороте. Пытаюсь тут огра прожимать. Но капитан команды Каскейт спокойно отсюда отходит. Не хватает урона, не хватает рейнджи. Но курьера все же подрезали. Бедная жаба. Ну, она такая еще картинно упала. Ламки в разные стороны. Такая квак. Лайфстиллер тоже себя чувствует нормально. 16 скрипов там у него. Не могут ему пока что, ну, никак навязать борьбу, я бы так это назвал. Сам Марс вроде чуть побольше фармит. Ой-ой-ой, Меладжул. Там прыгает за ним Огр. Огр. Вот видишь, я тоже вроде поплыл. Вот, прыгает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Еще и локнул тут тайм-лок дважды по двум персонажам. Как же жестко. А какой процент, какой процент, дорогой оператор? Сколько там? Ладно, попроще посмотрим, потому что тут нападение на коллапсы. Коллапс, конечно, непростой персонаж, но слишком много урона. Сколько, сколько, сколько? 16. Круто. 16 процентов, но прокнуло два раза подряд по двум персонажам и два кила. Таким образом они смогли дать. Но тем временем отдается Огр Мак, а тут же забирают и Бестмастера. Постоянные драки идут. Ну, он зафармил всех паучков перед смертью, но тем не менее, конечно, погиб. Да, друзья, вы не видели, что произошло у нас в студии, а в момент, когда прокнул у Войда баш, монитор упал, в который я смотрю. Это 4D баш, да? Он отозвался даже в нашем измерении. 4 на 4 счет сейчас, и критическую массу все-таки Бруда набрала пауков. Вы видели, и вот как она быстро расправилась с Бестмастером. Поэтому надо вот, может быть, уже немножко задуматься о том, что же делать дальше. Ну, хотя сама Бруда сейчас придет в лес и... Да, все получилось. Убежал, спрятался, запрятался и не найти. Ну, как бы то ни было, на прошлой карте все началось еще более плачевно для парней. Да, из СС. Действительно, их там переигрывали. Но посмотрим, как тут они будут разыгрывать, потому что сейчас я бы сказал, что все в их пользу. У Бестмастера все отлично. Да, это не какой-то геймчейнджер, который может там жестко тебя развозить, как это было бы. Ну, если бы шикарный старт был у, не знаю, Сларка, да, или Бладсикера, или Хускара. Но при этом его еще и в миде пытаются с толпой забирать... А, нет. Это Бруда. Это Бруда, да. Ну, я тебе так скажу. Тут просто... Это быстрый некрай. Да, да, да. Вот я об этом хотел сказать. Тут, смотри, Лишрак, Банша и Бестмастер. То есть они могут просто пойти и все захреначить этими своими пуш-способностями. Слушай, ну, пауками тут жестко подфидел. Ты как бы кусаешь Беста, ну, сколько вот он Бесту снял ХП? А Бестмастер только что поднял каких-нибудь, ну, 50 голды. Да, да. Да, соточку, 50-ку где-то так. Ну, вот еще два ТП плюс саппорт. Одно ТП отменили. И, соответственно, сражаться, видимо, ненамеренно. Хотя, может быть, сверху там кто-то попробует зайти. Нет, никак. Лайфстилер ушел на лоу-лоу-лоу ХП. Ну, он там еще имеет два стика. Ай, развел его. А теперь надо прицелиться. Очень хорошо прицелиться. Калав думает, куда бы бросить копье. Так, нет. Мансить, мансить, мансить. Влево, вправо, вкрепа. И туда-сюда. А, нет. Все-таки контрольный. Там еще и Мирософ в этот момент разобрался с Деспрофит соперника на коллапсо-выход. Вот это надо, но такой. Просто немного подразмять. Два раза уже Войт забирает вражескую Деспрофит. И при этом даже не потратил хроносферы. Ну, вот так вот. Ну, это потому, что саппорты стянулись отсюда, на другие линии. И поэтому вот была она в меньшинстве. Видите, Саюш вот где-то сейчас в лесу. Один на один тут вот пытается давать станчики, но не получается. О, все-таки попался в одну колючку. Так, ну, тут вот будут с капитаном команды разбираться, видимо, да. И получилось. Ну, это такой утешительный приз. Не вижу шансов для Бруды. Ну, шансы-то у Бруды всегда есть. Если она будет как-то очень жестко соперника контрить по карте, размазывая его постепенно. Но в целом, в данный момент, именно сам по себе пик у СС выглядит серьезно. Но при этом, там, та же Деспрофит, ну, пока не особо чувствуется. Там тот же Бестмастер, но это далеко не геймченджер. Да, сейчас он с быстрыми некрами может быстро приходить вместе с Деспрофит и ее ультимейтом сносить ТВРа, как бы, пока Лавстиллер будет фармить. Но не факт, что Лавстиллер по итогу сможет достаточный урон наносить. Я тебе так скажу. Тут вопрос просто, что будет делать Бурда, когда вот ей снесут все ТВРа, и этот пуш все-таки достигнет хайграунда. То есть она один на один там потом где-то сидеть на линии, кого-то там убивать, она не сможет. Против нее действительно Лавстиллер опоставит. Он там ее сгрызет с ее паучками там за милую душу. Опять парни бодаются, как вот перед выходом крипов еще. Ну, Лавстиллер немножко выигрывает сейчас. Вот Рейдж прожимает в спину. А вот Войт. А теперь что делать? Ох, таймлок. Ох, он все в крипа, красавчик! Ох, 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 ох. Молодца, и побежал. И крип говорит, ладно, ребят, я пошел. Как же четко. Вот эта чуйка просто сработала. Молодца. Просто по красоте сыграл. Ну да, но баши у Войта, отмечаем мы в который раз, это такой себе непредсказуемый фактор. Восьмой левел, дефуза в планах. Шейкинг потрясает там крипов лесных. Ну, а на тавер уже положила глаз когорта из СС. Есть ТП сюда от Марса. Ну, Марс сейчас тут будет не один. Пошла арена, пригвоздили Саюша. Саюш серьезно начинает страдать, но Оргл, конечно, ему поможет. Первое время немного пожить. Скоро закончится арена. Саюш, ты посмотрел, он дальше идет. Но, правда, в этот же момент Даспрофит начинает серьезно проседать. Она пытается как-то через сифон работать, но тяжело. Уходит на лох-эпэ. Скоро уже духи как бы начнут возвращаться, и хп-то восстановится. Главное пожить немного до этого момента. Откидывается тот же стана по вражескому Огр-магу и отбивается от него. В этот же момент еще и Миреску удалось добить, а тут и Тавр снести можно. Да, я, кстати, обратил внимание, что у Саюша действительно некоторые проблемы с попаданием сплиттера. Earth Splitter. Да, непростой скилл. Сложно, но, наверное, после стольких лет игры в доту, все-таки, ну, как бы ожидаешь чуть большего. Чуть большего, скажи так, чуть большего процента попаданий. Ну, тут, понимаешь, ты, типа, такой на ход пытаешься кидать. Сам себя обманул. Ну, например, если сравнивать с коллапсом и его попаданием копиями. Ну, да, да, да. Ну, копьем действительно чуть легче, может быть, попасть. Кноу быстрее летит, так что да. Ну, да ладно, да ладно. В общем, некрономикончик и есть. Второй там в планах. Он, возможно, уже летит. Вот он. Да, и это, возможно, очередной тавр в ближайшее время. Конечно, ты не хочешь этих некрочей отдать ни в коем случае Бруде, которая может их забрать уже быстро. Поэтому в соло, конечно, их лучше не прожимать. Ну, по три голды. Да, да, где-то 30 точно заработал. О, смотри, Бруда вгрызается в некрочей. Лилсори. Задинать его. Нужно. Ну, там вышка. Ну, динай-то. Это икспа. Ну, да ладно, да, отдал. Главное, тавр забрал. Ну, то есть в этом, наверное, был смысл. Тут отдают свой наверху. Да, действительно, защищать его, наверное, нет смысла. Лайфстиллер пока там в лесочке подфармливает его. Возможно, Огр найдет, но не уверен, что Огр там что-то ему сделает. А на нижней линии тем временем Виллу встречается. Ну, как бы, ладно, не встречается. Там просто в соло фармить дескроф. Пару раз увиделись, как бы. Перемигнулись. Технически сказать, что они встречаются нельзя. Слушай, ну тут вот намерены просто забирать сейчас Т2. И просканировали сейчас Фею, поэтому будет у нее беда. Вот, ага, ТП от Марса. Винкс, по идее, не уходит. Марс пришел помогать. Ну, тут слишком много вражеских персонажей. Рор пошел в Марса. А если какая-то подмога, нужно давать скиллы в Марса. Пока забрали Миреску, тут же контр-инициация. Пригвоздили Саюша. Саюш пытается тут гореть на всех. Хоть какой-то урон наносить. Ну, в принципе, урон-то был. Но пошел. Пошла храносфера. Пошел Войт нарезать по Мэдану. И, по-моему, вполне вероятно, успеет себя спасти. И тут же Войт успевает уйти. Но будет погибать Лил Сори. Сори, Сори, Лил. Не получилось. Баш. Ну, без Баш разобрались, да. Ну, одна единственная тут была ошибка от СС. Это в том, что Лайфстиллер не поддержал это сражение. Потому что оно началось неплохо. Но потом перевернулось подавляющим большинством противников. Там коры просто подтянулись. И уже никак нельзя было ничего с этим сделать. Три в два. Тысяча пятьсот голды заработали. Каскейт. Да, но Лайфстиллер тем временем свое благосостояние пытается немного нормализовать. Видели мы ему, что старт пытались испортить всячески. И отдавливая его с линии. Шанс победы нам показывают. И вроде бы как шанс 50 на 50. Тип того. А вот как раз и информация о тренировочных друзья-серверах. Так что стреляйте как про, формите как про. Все делайте как надо для победы. Ну а для победы коллапс пошел во вражеские леса. Пытается найти там Лайфстиллера, который уже обзавелся вот таким вот молоточком молниевым. Находит пока Саюша, но прыгать не будет, видимо, в него. Ну, не хочется, конечно, коллапсу в соло вот такие вот вылазки совершать. У него пока толком ничего нет для подобных инициаций. Не слишком опасно. Рядом, конечно, есть Миреско, но если будет хоть кто-то плюсом к сопернику, то, скорее всего, убьют именно тебя. Да, я вот смотрю, все-таки надо как-то что-то делать с этими пуш-возможностями. Потому что у Банши сейчас откатится ультимейт. И, наверное, стоит идти уж всем вместе или хотя бы опять же вчетвером что-то пытаться делать. Потому что, ну, а иначе зачем вы набирали таких героев с такими возможностями? Да, один из них там образовался как типа против бруды или контроль бруды, в общем, как хотите, называйте. Но, тем не менее, втроем они в любом случае представляют огромнейшую опасность для ТВ-роф. Вот как раз сейчас мы наблюдаем попытку это сделать путем перемещения под смоком. Да, и есть Рорфан коллапс. Тут уже пошли некрочи коллапс. А вот эфир. И коллапс мог бы под все это дело арену сообразить. Да, Лилсори пригвоздили. Лилсори будет погибать. Пытается Орак его подсебить. Должен на развороте сражаться и сгрызает у большого количества пауков. Тут же Замиреско погнался в покип. Тем временем Оракл, ну и приходится Лилсори убегать. Потому что потерял он двух суппортов. Ну и тут его уже не отпускает. Очередное удачное копье и трипл килл от шейкинга на бруде. Ну, как-то получается так, что в основном, вот сейчас последние два особенно файта, это было видно, играют вот втроем. Эта тройка, которая погибла, она в основном играет. В прошлый раз еще и Банша была. Ну, видимо, решили, что надо какое-то время все же поформить. Может быть, какие-то ключевые артефакты, ну, все называют их ключевыми. Так это на самом деле и есть, потому что у них действительно те артефакты, которые дают возможность как-то по-иному построить свое сражение. Сражение своей команды. Вот тут Банша и Юл есть, 400 в запасе денег там на что-нибудь еще. И Лайфстиллер 6300 Нетверс. Ну, кстати, по Нетверсу вырвались вперед достаточно ощутимо. Ну, ладно, не ощутимо, но в целом где-то тысячи на полторы, может быть, именно коры. Так, цепляет Огрмага, никакой поддержки у него нет. Войт, конечно, теоретически может запрыгнуть с хроносферой, но в соло не хочется. Хотя Банша для него ези-таргет. Ой, да ладно, таймлоки. Один, второй, третий, пятнадцатый. И Мэднон также можно забирать. Такими-то темпами. Правда, приходит Лайфстиллер. Дизарм повесили на Войда. Мирослав тут неужели хочет один сражаться, уходит на хайграунд. Сюда уже поступает и Лайфстиллер. Пошел. Рор. Ну и, конечно же, Мирославы здесь никуда не должны отпускать. Пытается он выходить каждый раз на таймлоке. А есть еще через 2 секунды, через 1 секунду. Крыжок. Нет. О, коллапс пришел. Но для коллапса тут уже не хватает контроля. Откидывается он ареной. Правда, приходит Союж к нему на ход. Пытается гореть. Стан. Стан мимо. Рамотно задоджил. Коллапс. И тут же приходит Лоракл. Это уже не задоджишь. Коллапса будут добирать. Минус 2. Минус. Ну да. Ну вот это уже хорошо получилось. То есть, как бы потеряли, ладно, Баншу, но, собственно, выманили, скажем так, хроносферу и теперь могут проатаковать. Чем, собственно, и занимаются. Там Лайф Тиллер через леса идет, Бестмастер, естественно, идет по прямой. И вот, пожалуйста, Диаболик погнали. Ах, Тавр-то. Ну да. Фортификация, конечно, решает. Там еще эти снаряды летят во все стороны. Да. Тут еще и Банша скоро с ультимейтом подойдет. Это возможность далее продолжить пуш. Ну уже ожили все. Правда, нет ультимейтов у Огра с Марсом. Что они будут делать без них? Ну, может быть, сейчас Брудак. У Огра, я сказал, да? Ну, у Огра, да. Нет ультимейта у него. Ну, типа, да. Так произошло, так случилось. Союз горит по шекингу. Тот прожимает БКБ ему вообще до фонаря все ваши косты. Банша в ультимейте от Оракла. Но духи пока не наносят такого колоссального урона. Наверное, лучше бы постараться как-то немного отойти, пожить. Ну, уже остается он один. Да, один против трех персонажей. Ай-яй-яй-яй, бросили опять, бросили. Всех бросили, все погибли. И вот, ну, да. Это, кстати, проблема. Все-таки надо было, как бы, успеть отойти. Но слишком, видимо, задержались. И из-за этого вот опять потеряли нескольких персонажей. Ну, как нескольких, четверых вроде бы как. Да, и вполне вероятно, даже и Бестмастера могли бы подзабрать. Там он в кого-то раскастовался. Марс уходит. А вот не уйдет. Отсюда Лил Сори. Да, это, по сути, минус пять по всей карте за какие-то там полторы минуты. Ну, и наметился у нас какой-то план перехват со стороны Радиант. Каскейт над этим очень хорошо работает. Вот им бы еще попробовать, может быть, как-то в Рошпидзе. Ну, они как бы просканировали. А, это Дайр просканировали. Ну, видимо, подумали так же, как и я. Сейчас СС. И, ну, да, не пошли туда их противники. Стрэндж-сквад. Стрэндж-дэмэдж взял себе Войт. Понял, что, ну, раз уж сегодня Фортуна на моей стороне, раз уж у меня каждый первый удар этот Аймлок, можно, в принципе, и урон на них взять. Почему бы и нет. Почему бы и нет. Ну, вот теперь явно план пошел не такой, как должен был быть у Стрэндж-сквад. И надо теперь что-нибудь придумывать с тем, как вот с этим, как эта Войда тушить вообще-то. Кстати, Брута, я обратил на него внимание в последнем файте, вообще ничего не сделала, прожала боковый, что-то там кого-то кусала, дралась и в итоге просто там бегала. То есть, ну, в общем, не будет она пока что каким-то суперключевым, важным персонажем, который всех там будет убивать. Но это пока. Посмотрим, что будет дальше. Там вот надо бы собраться кое-кому, чтобы, например, вот Коллапсу рассказать, что ну не стоит забирать аванпосты в вражеском лесу. Но нет, боятся. Не идут. Отступает. В этот же момент Лилсори вместе с Союжем находят минус. Ну, они все-таки нацелены на этот тавр, там фортификации-то уже вроде как нет, поэтому, ну, можно хотя бы... Прилетает Войд. А у него есть кое-что посильнее фортификации. Я сейчас не про хроносферу, если что. Эти баши, конечно, на карте на это и решают. Ну, посмотрите, разваливает он. Все. 200 голды и... Ну, еще сколько-то. Да, да, да. Там тем временем выцепили Лилсори. В очередной раз Марс пытается контрить вражеского хардлайнера. В принципе, с этим справляется. Лилсори будет погибать. Далее Коллапс преследует Союжа, которого также можно не отпустить. Эх, щитом тут не попадает, но через 2 секунды будет копье, и можно в очередной раз приструнить данного коня. Вот так вот, к дереву. Да, покалечили там ноги Лишрака диффузами. И это дало возможность навести копье еще более точно. Пока проигрывают, пока проигрывают все свои микрофайты, вот скажем так, Стрэндж Скват. И не... Слушайте, он только что был внизу, теперь он уже в другой части карты. Очень активно перемещается Коллапс. Не дает спуску вообще никому и нигде. Да, при этом у него по-прежнему ничего толком нет. У него там тапки, стики, виндлэйс. Ну, может быть, ему ничего и не надо. Да, и вот он мант оставил у Майдетского. Еще более сильным стал герой. Ну, тут как бы разница между бедными и богатыми повышается, повышается и еще больше повышается. Поэтому надо бы чего-то думать, решать как-то. И я так понимаю, что пуш уже вообще не работает. И поэтому вот эти вот три персонажа, которых я ранее повествовал, выключены из этой, скажем так, макроигры. Поэтому надо что-то думать по-другому. Вот Войт просто ищет очередную жертву. Смог. Ай, вот так так-то, да. Это было очень близко. Ну и пришли помогать Саюшу. Вполне вероятно, сможет Войт какую-то кунтер-иннициацию провести. Но потерял он коллапс и слишком быстро пытается уйти через телепорт. Будет ли возможность? Нет. Не успели дать Вижн для того, чтобы его как-то выцепить. Там можно было и на ИУ как-то еще его пытаться убрать, но нет. Тут надо с Бисмастером работать конкретно по Марсу, наверное. Или в большей степени по Марсу, потому что дэмэджа много. Но чтобы Войта убить за Рор не хватает. И поэтому Войт просто после Рора делает прыжок и весь ваш дэмэдж как бы нивелирует. Мы видели, к чему это привело. Вот очень долго там они гонялись. Бурда тоже. Вот видите, и Аганим у нее есть. И сама по себе там у нас БКБшка. Поэтому в нее тоже надо кричать. Тавер, тавер, один удар дать. Ну не стал. Для телеги оставили, для телеги. Ах, там фортификация. Конечно. И сейчас телега падает. И тавер можно задинаить. Вот нужно было. Там стоит 5 крипов и 1 тавер. Что ты будешь бить? Ну да. Ну да ладно. В общем, крипы хотя бы помогли. Отчасти противники забрали этот свой тавер. То есть если ты не можешь забрать, то другой заберет. Вот под смоком будут искать жертву. Ну, Войт и Марс-то уже как бы опасно. Оп, оп, прыжок. А, Юл. Ну, правильное решение. Хорошо. Но там Марс идет, который может дать. Ох, как хорошо. Тут в Глимер спрятали. И коллапс чуть-чуть не попал краешком арены. Хотя на диффуза зацепили. Дэз Профит тут же раскастовывает ультимейт. Мирослав серьезно проседает. Но ладно. На этот раз хватит урона на Войта. Потому что хватило на него контроля. Шейкинг тут же подключается в БКБ. Начинает грызть. Но в Юл себя поднимает Леширак. Я сейчас будешь смеяться. Знаешь, почему Войда убили? Потому что дали сайленс. Ну. Это как на прошлой карте с Рикимару. А у Войда того самого на этот раз там была мантаста. Вон та. И в общем, короче, там просто хватило контроля. Туда после рора еще лишь шрак топнул. И помог всему этому делу Oracle. У него, короче, у него сало было. Он ничего не мог нажать. Он ульту мог нажать. И не нажал. Ну. Да ладно. В общем. Что случилось? То случилось. Да. И вот теперь внезапно опять все изменилось. Опять все поверло в другую сторону. И мы наблюдаем за страниц-сквадом, который марширует по вражеским лесам. Только они как-то правда сместились. Несколько нелогично. Но у них нет сейчас ресурсов для того, чтобы переходить в более агрессивный. Плотно пуш. Да. То есть нет ультимейта на ДП. Нужно ждать. И маны там нет толком. Бист тоже не может в соло пойти с некрачами и снести какой-то тавер. А если на вас ворвутся, то без ульты на ДП как-то траться не очень охота. Потому что там все, что нужно, есть. Да. Много дэмэджа эти прекрасные сестры наносят, которых выпускает Death Profit. И вот решили таким образом пока себя развлечь. Есть всегда на карте точка интереса, куда можно заглядывать периодически. И ну да. Вот тут заглядывают призванные существа Бестмастера. Если я не ошибаюсь, то они как раз были. И теперь знают противники о том, что там есть. Но там опять же хроносфера ультимейта у Death Profit нет. Птичка просмотрела. Окей, кабанчик новый бежит. Лайфстилер там где-то рядышком. Пока ну можно на Марса попробовать напасть. Прыгнули, хроносферу поставили. Ой-ой-ой, по троим. Хроносфера. И это возможно сейчас забрать быстренько всех троих. Минус Союж очень быстро. Тут выкупается, вгрызается шейкинг. Влилсори, лилсори. Пытается как-то жить. И нет, он здесь никак не уходил бы. Возвращается лишь рак. Мирослав там бегает. Пока под сифонами стерли. Также и Лайфстилера. Эта драка подчистую проигрывается. Команда СС на ДП. Тут запрыгивает Мирослав. Начинает гореть Союж. Но их-то только двое. Да, сейчас сюда летит Оракл. Но такое ощущение, что он будет погибать в этом фитфесте. Ну да, честно говоря. Они все по одному возвращаются в эту драку. Кривой космодесант. Знаешь, один прилетел, второй прилетел, третий прилетел. Ой-ой, еще байбэк. Так да. И типа байбэки не как-то, знаешь, как в Увервотче. Они типа, у них выживает один какой-нибудь типок. Они ждут пока остальные вернутся и потом вместе нападают. Нет, здесь возвращались по одному телепорты по одному. И точно так же по одному и умирали. Типа, ты приходишь в этот мир один, ты один из него и уходишь. В общем, неслажная какая-то была. Ну давайте посмотрим, что случилось. Вот здесь вот Короносфера и Ультимейт Марс одновременно стоят. И вот Бруда просто работает по Лил Сори. А все остальные просто бегают, тычутся и не знают, что вообще делать. Там сидел в Лил Сори и Лайфстиллер, но как только забрали Бестмастера, тут же и Лайфстиллер оказался как бы без сил. Тут вот Банша все-таки сильный персонаж, живучий. Вот она долго тут как-то против нескольких персонажей сражалась. Но и Саюша забрали в итоге ее, она не смогла добить, в общем, никого. И... Оу-оу-оу-оу, раунд под номером два тут у нас. Лил Сори тут еще и подбивает эта арена. Ну, уйти ему, скорее всего, не позволит. Слишком много опций было, как его догнать и загнать. 74 секунды без Бестмастера. И вот это, наверное, была драка истины, в которой, ну, не то чтобы какое-то окончательное преимущество и перехватили каски, есть еще какие-то возможности перевернуть. Но в целом, это самая большая доминация за всю карту пока что. Да, и серьезный такой хороший файт, добротный, я бы так его назвал. И действительно показали силу своих героев сейчас каскейт. И намерены, я думаю, продолжать в том же духе. Ну, собственно, мы и видим это по карте. Они вот там пошли по нижней линии. Сейчас Т2, думаю, не заставит их остановиться. Фортификация, да, конечно, защитит на какое-то время, но на какое-то... И вот один из зрителей нам писал, мол, тут для Бруды вообще никакой возможности катку играть нет. Ну, я бы не сказал... Погоди, возможно, Бруда здесь и не уничтожает всю карту. Спорта 0. Но у нее есть Войт, который себя отлично чувствует. У нее и все остальные персонажи себя замечательно чувствуют. Она топ-1 по Нетворцу, и она готова сражаться под БКБ. Она съедает там одного-двух персонажей за файт. Да, это саппорта, но какая разница? Главное, что ты выводишь свою команду в очень комфортное положение. И вот дальше. Ну, кстати, в прошлом файте она скушала первую-вторую позицию. Так что не совсем. Ну, да, может быть, они сейчас как саппорты для нее. В общем, Бруда была нерешающим, правильно Тол отмечает, персонажем. Просто мы... Ну, я, скажем так, грешным делом подумал, что она должна быть ключевым персонажем в этом всем драфте, когда она последним появилась. Но она оказалась далеко не ключевым. То есть получилось, что и без нее парни хорошо справляются и обладают такими героями, которые могут, в принципе, за себя постоять и внести и дэмэдж, и сейв, и все, что надо, чтобы с противником как-то побороться, пободаться. Так, ну что, по миду пошли. Паучки уже грызут, крипы подходят, Войт тоже уже быстро бьет. БКБ, вот монтан. Ну, теперь Войт, конечно, уже сложно остановить. 2300 хп, 23 брони, там и дэмэджи за 200. В общем, критов ему не хватает для полного счастья. Ну и БКБ у Death Profit. Окей, окей, Войт там назад от бэктрэчил весь дэмэдж. Ну и готов к раносферу, если что, оставить. Вот опять сайленс и... Как бы не проблема, у него есть монта, он всегда прожмет ее, а БКБ есть у бруды, поэтому этот сайленс для них вообще никого значения не имеет. Главное, что они вышку снесли и могут продолжать пушить. Вот Барак подбивает Мирослав. Не стоит забывать, что у него Аэгис, и для него не проблема получить какой-то ранний урон. Вгрызается в Death Profit. Залетает Фир. И, ну, должны, по идее, тут Death Profit спасать парня из команды СС. Мирослав дает прокаст. Сава, Сава спрашивает. Прожимает манту, запрыгивает. И Мэдден, если убьет первым номером, он его убивает. Мэдден без байбэка не смог поучаствовать в файте, не смог дать ни ультимейт, ничего. Его бегает, точнее, Лайфстиллер катается в Death Profit, которая раскастовала ультимейт. Но можно отойти к Аскейт, подождать, пока ульт кончится и вернуться. Да, вот-то еще ни Хроносферу не потратил, ни Аэгис. Лайфстиллер оказался здесь действительно каким-то вот тем самым своном без блинка. Да, пассажир. Ой-ой-ой, Саюша тут. Зарамсили, что называется, в лесах. И Некраничей тоже зарамсили. И прыжок охраны. Ах, ох, ну. Ахи-охи вздохи. И, тем не менее. Зантаймил хорошо по возвращению духов. То есть сейчас Никола отхилла уже не будет ВДП. Мирослав, правда, тут оказался в дизейбле, но возвращается на позицию, где можно добить вражескую Death Profit. Ну, а пытается уйти Лайфстиллер. Карт получает стан от Огрмага, вгрызается в него два вражеских кора, но это очень похоже на ГГ, потому что тут просто уже доедает своего соперника команда Каскейт и Спортс. Да, делать нечего. Придется признать преимущество противника. И подумать над тем, что сделать в следующей карте, которая, без сомнения, нас ожидает. Бараки тоже падают. Г маленькое, Г большое. И это, видимо, означает, что это тоже считается. Все считается, друзья, падает. Строение самое главное. Ну, а мы поздравляем Каскейт с тем, что они смогли подарить нам, собственно, третью игру. Да, интригу. И сейчас, получается, все сводится к Best of 1. Все или ничего, одна из команд будет покидать данные турниры, а следующее продолжать свое участие уже завтра, где будет решаться, кто вообще пойдет на лан, а кто останется сидеть дома. Вот и статистика. Шекинг 14 киллов, столько же у Мирослава. Урон по героям может быть и выше у Войда, но мы говорили об импакте, который дает Шекинг на своей бруде. То есть всегда можно было подконтрить кого-то конкретного, а то и двух персонажей заплать сразу. В общем, как бы то ни было, Каскейт показали свои зубки, проявили себя с лучшей стороны, показали, что у них бойцовский характер, и они просто так сдаваться не намерены. Поэтому если Lil Sorry думал, что да, будет все легко, то нет. Придется еще думать, принимать решение, драфтить на следующей карте. Ну, а мы должны, наверное, вам сказать, что мы никуда не деваемся, будем вместе с вами третью карту смотреть. Конечно. Да, вы не забывайте про розыгрыш на FragStore, где разыгрываются крутые геймерские девайсы, которые позволят вам доминировать не только на линиях, но и вообще просто они красивые, поэтому кто бы к вам в гости не пришел, он будет вам завидовать. Да, ну и то, что VESG2020 промокод дает вам скидку 15% на FragStore. Баннер есть по трансляции, но не забывайте про ставку без риска на сайте OMGBet, которая позволяет вам ставить, собственно говоря, не рискуя ничем. До 700 рублей вы делаете ставку, если вдруг она не зашла, деньги возвращаются, и все круто. Мы вернемся с третьей карте уже очень скоро. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Продолжение следует... Ты играешь в CSGO? Хочешь улучшить свой скилл в стрельбе с АВП? Или любого другого оружия? Но не знаешь, где тренироваться? Хочешь играть с профессиональными игроками или стримерами на одном дизматче? Получать более 20 тысяч рублей каждый месяц за лучшую статистику убийств? ASDM, Retake, Behop, Surf и множество других режимов на самой большой сетке серверов в мире Cybershock.net По промокоду на экране ты получишь эксклюзивный 25% на скидку. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...